Эфир телеканала «Ноябрьская-24» продолжает выпуск новостей. Здравствуйте! Ремонту не подлежит. Решена судьба спортивного комплекса «Атлант», в котором долгие годы занимались ноябрьские пауэрлифтеры. Там же проходили тренировки и у именитых спортсменов-инвалидов. Здесь под руководством Ирины Наскрепняк к соревнованиям готовилась Ольга Казанкевич. Здесь же тренировался Иван Горячев, который на днях возвращается с очередных соревнований. Вывозить спортивное оборудование из Дании начали сегодня и сейчас. Занимавшимся прежде вместе пауэрлифтером и спортсменам-инвалидам предлагают разделиться. Я не знаю, как дальше. Как оказывать услугу такую, как пауэрлифтинг-пода? Как развивать адаптивный спорт? Инвалидов и здоровых делить нельзя. Это социальная адаптация. Это нельзя этого делать. Но наше управление это не понимает. А зачем? Пусть они на советскую идут, потягают, а потом идут инвалидам, помогают. Это как? Они все спортсмены. О критическом состоянии Атланты говорят уже давно. Сейчас на руках у Управления по физической культуре и спорту заключение экспертов, в котором указано, что здание не подлежит ремонту. Что касается альтернатив, которые сегодня были предложены спортсменам, то ведомстве уверяют, это временно. Имея такое заключение, мы не имеем никакого права продолжать там какого-то родозаметия. То есть мы берем на себя ответственность. Тем более, что мы знаем, чем это заканчивается. Вот и все. Поэтому мы в экстренном порядке сейчас изыскиваем какие-то на сегодняшний день возможности, чтобы тех спортсменов где-то договориться, мы должны определить, что мы можем предложить. Не в ущерб другим учреждениям-то на самом деле. Да, может быть придется чем-то пожертвовать в связи с этой ситуацией. Да, можно пойти на компромисс. И самое главное, что учреждения наши это понимают значимость этого вопроса. Подробный материал о том, о каких конкретно предложениях идет речь, и реально ли там заниматься спортсменом из Атланта, смотрите в понедельник в вечернем выпуске новостей. На Ямале трудоустроено 30% инвалидов. Впрочем, это не самая впечатляющая цифра. На деле один из лучших показателей в Уральском и Приволжском федеральных округах. Как удается добиться таких результатов и тяжело ли найти работу инвалидам, смотрите в материале моих коллег. А где у меня меню? Эти странные звуки – не послание инопланетян, а ускоренные слова на русском языке. Подобные сигналы помогают ориентироваться в компьютере незрячим людям. Александр Царев ничего не видит, но это ему не помешало – освоить мир информационных технологий. Каждый человек, во-первых, должен уметь что-то делать для того, чтобы что-то предлагать, правильно? А если, допустим, те знания, которые он может предложить, будут нужны кому-то, то, соответственно, такого человека возьмут рано или поздно куда-нибудь. А если человек не стремится к самосовершенствованию, самообучению, самопознанию и познанию окружающего его мира, то, соответственно, такой человек, он как сидел, будет дома, жаловаться, что нет работы, мало пенсию платит и т.д. То есть это было, это всегда так и будет. Слушая машину, Александр создает сайты, пишет джинглы, музыку и коллекционирует уникальные звуки. Их в его базе данных уже 150 гигабайт. Сейчас он готовится к защите диплома по дошкольной педагогике. И уже второй год работает в спортивно-техническом клубе. Учит молодежь компьютерной грамотности. Данный проект актуален, то есть детям интересно, из чего состоит компьютер, да, что там, что там в нем находится. Также молодежи интересно, то есть в дальнейшем написание уже соответствующих программ, то есть разбираться в этом. И к нему ходят, посещают его занятия дети, молодежь, им интересно. Ну, я думаю, что Александру интересно тоже передавать свои знания. Делиться своими знаниями и общаться с детьми. Вот что мотивирует Александра каждый день ходить на работу. Не, ну я могу дома сидеть, но дома-то можно сидеть, а с людьми-то надо общаться. То есть дом – это дом. Я понимаю, у меня есть скайп, у меня есть занятия по скайпу, я вебинары провожу. То есть играем в какие-то игрушки совместно с ребятами незрячими, вот, по интернету. Но это не то, общение должно быть живым, то есть должен быть контакт. Найти работу можно, было бы желание, считает Александр. Но пообивать пороги, тем более людям с инвалидностью, придется основательно. Ежегодно в центр занятости обращаются порядка ста человек, имеющих проблемы со здоровьем. Каждый третий впоследствии трудоустраивается. Во многом достичь этой цели помогает окружной закон. Для инвалидов выделяются квоты. Брать особенных сотрудников обязаны организации со штатом 35 человек и более. А чтобы рабочее место было еще и доступным, округ компенсирует затраты на его оснащение. Работодатели более ответственно стали подходить к трудоустройству инвалидов, потому что появилась не только закон о квотировании, появилась и ответственность работодателей за отказ в приеме на работу инвалидов, за непредоставление отчетности в центр занятости, или недостоверное, или предоставление отчетности не вовремя. Сейчас в Ноябрьске для инвалидов создано 350 рабочих мест. Из них 130 вакантны, а безработными числятся только 55 людей с инвалидностью. И, казалось бы, превосходство предложений над спросом налицо. Однако найти друг друга работодателями и работникам весьма непросто. К сожалению, потребность, заявляемая работодателями, она не всегда соответствует тем профессиям, по которым могут осуществлять трудовую деятельность инвалиды. Работодатели заявляют, конечно, желательный опыт работы, но по большей части, если встает вопрос о трудоустройстве инвалида, этот фактор не такой уж и значительный. Больше значимость имеет, если это квалифицированная работа, это образование, и чтобы гражданин удачно прошел в медицинскую комиссию, потому что по состоянию здоровья ему разрешили осуществлять вот эту деятельность. Татьяна Савчина рассчитывала получить новую специальность через Центр занятости. На учете стояло полгода, но влиться в трудовую деятельность ей помог Центр информационной поддержки «Таганай». Татьяна прошла переобучение и сейчас инспектирует своих коллег из общественной организации в МФЦ. Моя работа нравится очень. Здесь комфортно. Во-первых, мне удобно очень. Не знаю, и удобно, и все, и освещение, и все. Взять даже сам МФЦ, заходить даже удобно. Очень удобный график. Ну, по самочувствию. Как можешь, так и работаешь. Ну, как, не надо сидеть здесь там 12-13 часов. От работы Татьяна получает главное – общение и финансовую стабильность. Хоть зарплата здесь небольшая, выручает мера соцподдержки. Работающие инвалиды на Ямале имеют право на ежемесячную доплату. Если пенсия и заработная плата без учета налога на доходы физических лиц инвалида составляют меньше, чем 26 850 рублей, то он имеет право на получение ежемесячной доплаты. Как бы это ни звучало банально, но инвалидность – это не приговор для тех, кто действительно хочет работать. Ведь труд – это еще и средство социальной адаптации. Он помогает не замыкаться в себе и открывать новые горизонты. Антон Морев, Юлия Морева, Виталий Харченко, Сергей Павлов. Ноябрьск, 24. Погибший от падения с высоты 24-летний житель города, как выяснилось, ранее предпринимал попытки свести счеты с жизнью. Напомню, речь идет о трагедии, которая произошла 20 октября на Советской. Молодой человек погиб, упав с высоты 8-го этажа. Проверка по факту его гибели пока продолжается. Следователи отрабатывают несколько версий. На момент событий в квартире находился он совместно с супругой и малолетним ребенком. Посторонний в квартире никого не было. Проверка по данному факту продолжается. Назначен комплекс судебных экспертиз, направленных на установление причины давности наступления смерти, а также установление факта нахождения, либо ненахождения в состоянии алкогольного, наркотического, либо токсического опьянения. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. 13-летняя девочка попала под колеса авто. Это случилось в четверг вечером в районе 88-го дома по улице Ленина. За рулем Volkswagen Polo на момент ДТП находилась 53-летняя женщина. Она сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочку доставили в больницу. К счастью, лечение ей не понадобилось. Она делалась ушибами. Проблемы семейного характера в ноябрьский прием по личным вопросам провел советник окружного омбудсмена по правам ребенка Александр Волков. За помощью к нему обратились несколько человек. В основном вопросы касались защиты прав семьи ребенка, что довольно нетипично. Как отмечает сам советник окружного омбудсмена, как правило, людей интересует переселение из ветхого и аварийного жилья или раздел имущества при разводе. Мы понимаем, что органами местного самоправления проводится большая работа по сносу ветхого, аварийного жилья и так далее и то прочее. Но у нас же люди хотят, чтобы вот буквально сейчас они пришли и этот вопрос был решен. Это нормальная такая человеческая потребность, но мы должны понимать, что все быстро не делается и требуется. Это и финансовых вложений определенных и так далее и то прочее. Патриотами становятся с детства. На Ямале продолжается формирование отрядов юноармейцев. Этот процесс сегодня обсудили губернатор и военный комиссар региона. Напомню, всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юноармия» создано по указу Владимира Путина. Юноармейские отряды сегодня формируются во всех без исключения муниципалитетах. Присоединиться к одному из них можно уже с 8 лет. В свободное от учебы время юноармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти, заниматься волонтерской деятельностью. Кроме того, их будут обучать навыкам оказания первой помощи. Вот такое широкое движение, общественное движение набирает силу. Оно в себя включает и под свои флаги сводит все и кадетское движение, и движение ребят, которые занимаются в военно-спортивных клубах. И там принимают активное участие ветераны боевых действий, ветеранские движения различного рода. Поэтому я думаю, что у нас здесь, на Ямале, это движение будет процветать. Роспотребнадзор изымает из торговых точек продукцию компании «Вимбельдан» из-за вспышки ящера. Опасный для человека вирус был обнаружен в продуктах, произведенных комбинатом Юрьев Польский во Владимирской области. Мира коснутся таких брендов, как «Домик в деревне», «Агуша», «Имунели», «Веселый молочник», «Чудо», «Курбанская буренка», а также сыра «Ламбер». Ведомство подчеркивает, что производитель проявил добросовестность и сам отозвал зараженную партию молочки. Тем не менее, покупателям санврачи советуют быть осмотрительнее при выборе товара. Потенциально опасной можно считать продукцию фирмы, произведенную позднее 11 октября. Ну а ноябрьский отдел Роспотребнадзора подвел предварительные итоги работы за прошедшие 9 месяцев. За это время санитарные специалисты провели 145 проверок фирм, предприятий и индивидуальных предпринимателей. 105 из них были внеплановыми, а остальные в рамках утвержденного графика работы. Но даже из 40 плановых проверок нарушения нашлись в 39 компаниях. Во время внеплановых – еще больше. В общей сложности специалисты Роспотребнадзора наложили 1623 административных штрафа на сумму больше 2,5 миллионов рублей. Что касается структуры жалоб, то чаще всего граждане устраивает сфера розничной торговли. И это касается качества как продовольственных, так и непродовольственных товаров. На втором месте по количеству жалобы на сферу ЖКХ особенно волнует горожан в последние месяцы качество водопроводной воды. Обеспечение санопид благополучия, это имеется в виду, будем говорить, нарушение санитарных правил. Сюда же входят жилищные условия, потом входит нарушение по обеспечению питьевой водой населения. Я не буду на всем останавливать. Здесь и медосмотры, и профосмотры. Это все мероприятия. Из них у нас было 129 заявлений, из них устных – 38. Импорт замещения в действии доли отечественных товаров на прилавках ямальских магазинов достигло 88%. Одних только импортных фруктов по сравнению с прошлым годом стало меньше на 10%. Молочка и вовсе доросла до доли в 96% рынка. К перевыполнению годового плана готовы местные рыбаки. Общий объем улова составит около 9,5 тонн. Что касается цен, то они значительно потеряли в скорости роста, а по некоторым товарам даже наблюдается спад. Пшено, свинина, мороженая рыба, капуста, репчатый лук и куриные яйца подешевели от 2 до 9%. Лидер по прибавке – гречка, плюс 20% к стоимости. В среднем это 18 рублей за кило. Окружной закон о миссионерской деятельности отменен. Такое решение на прошлом заседании приняли депутаты регионального ЗАГС Собрания. Документ был подписан еще в июне этого года. Согласно ему, все проповедники, которые работали в регионе, должны были получать разрешение на свою деятельность от контролирующих органов. Однако поправки федерального законодательства закрепили эту функцию за столичными властями. Поэтому региональный закон признан утратившим силу. В целом положение закона миссионерской деятельности, закона ИНАУ, они содержат те же положения, что и в федеральном законе о свободе совести и религиозных объединениях. Но вместе с тем содержат ряд статей, которые указывают на необходимость представления определенных документов, которые, собственно, и подтверждают осуществление такой деятельности. В целом, этот документ является уточняющим по отношению к федеральному закону. Напомню, за время существования Ямальского закона о миссионерской деятельности нарушения все же были. Так, летом в Ноябрьске закрыли лагерь при церкви евангелистских христиан-баптистов. Дети находились там без каких-либо разрешительных документов, без администрации религиозного объединения. Отсутствовали разрешительные документы со стороны родителей на пребывание детей в церкви. Кроме того, у детей был свободный доступ к литературе, которая содержала, собственно, и основные положения вероучения указанной религиозной организации. Чиновники стали ближе к жителям. Городские власти запускают мобильное приложение «Наш Ноябрьск». Новый способ общения с властью был презентован еще в начале июня. Несколько месяцев программу тестировали. Приложение состоит из нескольких разделов. Там можно поучаствовать в вопросах общественного мнения, сообщить о какой-то проблеме и даже пообщаться в чате с руководством Ноябрьска. Доступ к приложению можно получить на сайте городской администрации. Процесс регистрации весьма прост. Общение через гаджеты будет хоть и предметным, но все же неофициальным. А потому авторы идеи рекомендуют в случае необходимости официального ответа дублировать запрос в отделе по работе с обращениями граждан. В структурных подразделениях «Ноябрьская энергонефть» прошел День безопасности. Проведение Дней безопасности становится ежегодной традицией в блоке разведки и добычи «Газпромнефти». Мероприятие направлено на снижение производственных рисков для работников, а также уменьшение вреда окружающей среде и имуществу предприятия. Это реальные цели, которые можно достичь с помощью программы «Пяти шагов». Подробности далее. «Пять шагов» – это прописной алгоритм действий, который учит сотрудников появлять опасность еще перед началом работы. Ведь так или иначе, любое производство на всех этапах имеет определенные факторы риска. Очень много факторов, которые приводят в конечном итоге к нарушениям техники безопасности. Зачастую профессионалы с большим опытом, с большим стажем работы нарушают, ровно потому, что уже привыкли и не видят, у них замыливается взгляд, они не видят опасности и поэтому нарушают. Перед тем, как приступить к работе, сотрудник должен проверить свое место и только убедившись в безопасности приступить к своим обязанностям. В этом суть программы «Пяти шагов». Она оттачивалась не одно десятилетие и вобрала в себя не только собственный опыт предприятия, но и опыт зарубежных коллег. Ваша задача сегодня, в рамках сегодняшнего дня безопасности, получить обратную связь именно работников на местах, в первую очередь тех, о чьей безопасности мы с вами так или иначе беспокоимся. Они понимают, что такое «Пять шагов», они понимают, для чего это нужно, они понимают, как этим пользоваться. Выяснить ответы на эти вопросы руководители «Ноябрьской энергонефти» решили на производственных площадках, непосредственно у самих работников. Это необходимо, чтобы проверить знания техники безопасности, а в случае чего – восполнить недостающие. Если заводская инструкция говорит о том, что есть специальный инструмент, то пытаться заменить его чем-то подручным нельзя категорически. Со стороны это может показаться экзаменом, но на самом деле прямой диалог. Он необходим, чтобы проанализировать возможные причины нарушений и в дальнейшем предпринять все меры, чтобы несчастье не произошло. Сами работники к программе «Пяти шагов» относятся положительно. В дальнейшем ее соблюдение поможет избежать производственных аварий и травм. Несоблюдение техники безопасности может привести к травматизму, к инвалидности, к смертельным случаям. Но постоянно контролировать работу каждого сотрудника невозможно. Поэтому совершенствование культуры производственной безопасности напрямую зависит от того, насколько сам работник понимает и разделяет ее принципы. Предотвращают эти риски как работники, так и предотвращают эти риски линейный персонал. Мы, в свою очередь, за это поощряем наших работников, потому что для нас это очень ценно, что работники обращают на это внимание. То есть работа безопасна для нас – это ключевой показатель в нашей деятельности. Но выполнять или не выполнять программу «Пяти шагов» каждый сотрудник решает сам. Ведь в отношении здоровья и жизни у него начальников нет. Елена Жаркова, Максим Шамшурин, Ноябрьск, 24. Жители Ноябрьска смогут выбрать название для трех новых микрорайонов. Конкурс на самые оригинальные и интересные имена, которые объявило Управление архитектуры и градостроительства, продолжается. На данный момент поступило уже 33 варианта наименований. Тематика самая разная. От современных политических деятелей и людей искусства до первопроходцев и героев войны. Предлагают горожане и амстрактные названия. Например, микрорайон «Весенний», «Цветочный» или «Архитекторов». Пока же районы носят буквенные обозначения – П1, П2 и П3. Чтобы не создавалась путаница микрорайона, мы решили присвоить нормальные названия. Все варианты пройдут отбор комиссии, после чего лучшие предложения будут опубликованы для открытого голосования на сайте администрации, а также в мобильном приложении «Наш Ноябрьский» официальной группе ВКонтакте. Есть предложения, которые связаны с жителями непосредственно города. В том числе Максима Корнева – это спортсмен погибший, трагически погибший в городе. Но вот есть даже несколько заявлений МИЦДО именно с предложением присвоения названия микрорайона в честь этого человека. Не хлебом едины, но и колбасами, сырами, соленьями и сладостями в Ноябрьске заработала Ставропольская ярмарка. Она расположилась на площади по улице Городилова. В десяти специально установленных палатках можно приобрести мясо, масло, муку, консервы, яблоки, мед, варенье и даже урбечь. Это сладкое блюдо, приготовленное из орехов и семян подсолнечника. Ярмарка будет работать всего два дня – с 28 по 30 октября с 10 утра и до 7 вечера. Ранее жители Ноябрьска могли лакомиться продукцией тюменских товаропроизводителей. Они неоднократно приезжали в наш город. Ставропольцы же приехали впервые в рамках договоренности между правительствами двух регионов. Соглашение власти заключили в прошлом году. Мы с вами видим, что в принципе цена товара достаточно доступна. Наш отдел потребительского рынка проанализирует те цены, которые выставлены на продукты, сравнив с теми, которые у нас существуют в торговых предприятиях города. Но судя по тому, люди же голосуют рублем. Если мы с вами видим, что у всех палаток покупатели стоят в очередях и невозможно протолкнуться, то, наверное, цена доступна для населения. Отнутри до норки от 40 до 74-го в Ноябрьске вновь заработала выставка продажи изделий Кировской меховой фабрики. Современная классика или модные тенденции? Как выбрать шубку по душе и самое главное, где ее можно приобрести по доступной цене, узнавала наша съемочная группа. Лучшие друзья девушек, особенно зимой, это, конечно же, шубы. Эти меховые изделия дарит представительницам прекрасного пола не только тепло, но и красоту. На выставке продажи от Кировской меховой фабрики подобрать себе шубку по душе сможет абсолютно каждая жительница города. Любая модель здесь отличается не только высоким качеством, но и индивидуальным фасоном. У нас представлены шубы и жилеты из норки, овчины внутри лисы, ну и песца. Также имеются головные уборы. Все шубки сшиты из натурального отечественного сырья. Кстати, мужчинам на заметку. Изюминкой этой выставки продажи стали изделия ярких цветов. Это новый тренд современности. Поэтому, если захотите порадовать своих близких, лучше поторопиться. Количество таких моделей ограничено. Наши изделия отличаются высоким качеством. Качество вообще наш приоритет. Шубки у нас все прочипованы уже. Они все сертифицированы. Ну и по внешнему виду видно, что шубки у нас очень качественные, красивые. В качестве изделий любой покупатель может убедиться сам. Сюда можно не только прийти и померить, но и сразу подобрать себе шубку по душе. Опытные продавцы-консультанты с радостью покажут вам модель нужного размера и фасона, коих здесь великое множество. На выставке продажи представлены изделия от 40-го до 74-го размеров всех фасонов, от классики до современности. Цена на меховое изделие зависит от вида меха. То есть, естественно, овчина дешевле, чем норка. Также от длины, от моделей. Если шубка вам все же приглянулась, оформить покупку вы сможете сразу на месте. Здесь действует не только удобная кредитная система. Да, конечно, ценовая политика в нашей компании очень гибкая. У нас представлена рассрочка платежа, кредит. Также за наличный расчет у нас большие скидки. Подобрать себе не только теплую, но и красивую шубку можно на третьем этаже торгового дома «Русь» магазин «Глория Джинс». Он находится по Городилово-3. Выставка работает по 30 октября включительно с 10 утра и до 7 вечера. Яна Джуз, Сергей Павлов, Максим Шамшурин. Ноябрьск, 24. И к этому часу все. Я желаю вам всего доброго и до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...